Приветствую вас. Отдельно, наверное, стоит даже не спросить, а просто оставить вопрос открыт относительно того, кем вы приходите с этому мужчине, если вы пишете как бы в третьем лице. Что жена уходит от мужа, от агрессивного мужа, и вы задаете вопрос, на кого он будет сливать свою агрессию, если у него определенный набор черт характера, то, соответственно, вы за него волнуетесь, получается, вы беспокоитесь о нем. Но если вы не жена и не та самая дальшая сестра, то кто тогда вы? Это очень важно. Потому что именно в зависимости от того, кто вы для него и как вы воспринимаете этого человека, значит, будет вами воспринята информация. Это первое. Второе. Также непонятно, ну, собственно, как вы будете использовать эту информацию. Что она вам даст? Непонятно. То есть информация о человеке, да, это, по идее, ему надо спрашивать об этом, что мне делать. Вот, у меня уходит сена, и из родных только старшая сестра, которую я боюсь. Вот это было бы понятно. Человеку нужно как-то решить для себя, что ему делать дальше. А тут сбрасываете вы, и непонятно, с какой целью вы задаете этот вопрос. Ну, да ладно. Это просто так вот информация к размышлению. Значит, теперь по поводу, собственно, вашего вопроса. Вариатов много, надо сказать. И если человек по своей природе агрессивен, то вполне вероятно, что его агрессия найдет выход в самых разных формах. Например, он будет в интернете писать какие-нибудь плохие вещи, там, обливать грязью людей и ссориться с кем-то на форумах или где-нибудь еще. То есть такой человек всегда найдет, где свою агрессию слить. Может быть, такой же человек, в зависимости от типа его личности, такой человек, может быть, будет заниматься спортом. Но это, опять же, маловероятно. И такой человек, может быть, будет как-то вот концентрироваться на негативе, если вы понимаете, о чем идет речь, то есть если вы понимаете, что значит концентрироваться на негативе в данном случае. То есть, как вам и правильно сказала моя коллега, человек всегда найдет, как ему выразить свою агрессию, главную агрессию. Но тут, видите ли, тут есть другая, только дело-то в том, что агрессия-то агрессия, а вот как человек хочет ее выражать, как человек хочет эту агрессию именно выплескивать, это уже вопрос совсем другой. Потому что, знаете, ведь вы же сами понимаете, например, что, скорее всего, этот мужчина, он не осознает, что у него агрессия. Скорее всего, он будет отрицать, и отрицать своими силами, что у него есть хоть какой-то намек на агрессию, да? А это означает, в свою очередь, что мужчине требуется лишь только определенная форма выражения агрессии. А это, знаете ли, не одно и то же. Поэтому я думаю, что вот как человек свою агрессию раньше выражал, как человек привык свою агрессию вообще выражать, как ему наиболее удобно это делать, вот так он и будет, собственно, это делать и дальше. Только теперь ему придется делать это более, может быть, изощренным способом. Но, по сути дела, все останется, ну, так же на таком же уровне, на самом деле. А, вот, я думаю, что ситуация именно такова. А если честно, если честно, то непонятно, почему вас, именно вас волнует то, что будет с этим мужчиной. Он явно нуждается в терапии, он явно нуждается в работе с психологом. И до тех пор, пока он не осознает это, у него будут проблемы. Довольно серьезные проблемы. Если вы хотите ему помочь, то, опять же, без его желания у вас этого сделать не получится. Если будете вмешиваться в его жизнь, то, скорее всего, на вас эта агрессия пойдет. Если, понимаете, для вас, вот, единственный вариант, если вы действительно хотите этому человеку помочь, это понять, что ему нравится, понять, что его привлекает, что его, что вызывает у него интерес. И, вот, именно, основываясь на этом, на том, что вызывает у него интерес, скорректировать его деятельность, скорректировать его поведение, вот это вот вы можете сделать вполне. То есть, просто-напросто попробовать человека увлечь тем, что ему может нравиться, там, что агрессия, это всегда энергия, и эта энергия негативная, и, соответственно, эту энергию нужно куда-то прилагать. Я уж не говорю про причины образования этой энергии сейчас. Ну, вот. Но, тем не менее, тем не менее, вот это вот единственный для вас способ. А так, так, ну, смотрите, человек с таким набором качеств, как вы перечисляете, он ведь нашел себе жену, правильно, нашел. Насчет, найдет и еще, еще найдется без женщин. Может быть, даже ради того, чтобы быть с ней, я имею в виду женщины, он будет вести себя по-другому. Может быть, жену попытается вернуть, кто знает. То есть, то есть, то есть, именно так, как така. Если дело происходит в России, если вы живете в России, если мужчина живет в России, то русские женщины, к сожалению, это те, кто могут терпеть подобные отношения к себе. Значит, это те, кто может принимать агрессию на полном серьезе говорит, что если мужчина бьет, значит, любит. И пока такие женщины есть, такие мужчины, как вот этот вот человек, они одни не останутся, они одни не останутся, я думаю. И беспокоиться нужно не о нем на самом деле, а о тех женщинах, с которыми он может начать общаться после этого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.